Доброе утро, детки! Сегодня я хочу рассказать вам историю про колодец. Вы знаете, что такое колодец? Нет? Кто знает? Знаете, да? Что это? Это там, где вода. Правильно, это там, где вода есть, да? И один мальчик, которого звали Алик, приехал к своему дедушке в село. Алик вообще жил в большом городе. И в этом городе, вы знаете, вода течет откуда? Из крана, да? Ну, иногда не только в городе, в селах вода течет из крана. А вот у дедушки вода не текла из крана. У него даже дома не было крана. А у него был во дворе колодец, и в этом колодце была вода. Алику было интересно смотреть, как дедушка набирал воду. Знаете, колодец был накрыт такой специальной, была крыша сделана, чтобы туда не попадало. Дождик, листья, вот такая вот ручка, барабан, и на этом барабане цепь. А на цепи что там было? Кто знает? Ведро, да? Аня видела колодец, да? И вот дедушка опускал это ведро на цепи вниз туда, глубоко-глубоко. Алик смотрел, и ведро опускалось туда, и вода набиралась в ведро. И потом дедушка был сильный, он поднимал, крутил вот эту ручку, барабан накручивал цепь, и он доставал оттуда ведро с водой. Ну и дедушка использовал эту воду для дома. Я хотел вас спросить, вообще для чего нужна вода? Вы знаете, кто скажет? Чтобы мыть руки. Так, а еще для чего? Чтобы варить еду и пить. Чтобы пить, варить еду, а еще для чего? Все, только чтобы руки мыть, пить и кушать. Кто-то подсказывает, чтобы еще что? У вас, смотрю, так чисто вы одеты все, беленькие. Чтобы стирать, да? А еще для чего? А вы поливаете что-то на огороде там у вас, да? Посуду моете, поливаете, да? Вот все растения нуждаются в воде. Ну, вы правильно сказали, что вода нужна для того, чтобы пить ее. Когда мы пьем, вода усваивается нашим организмом, и все наши органы состоят из воды. Попробуйте свои кости, они плотные, попробуйте. Плотные, да? Они на 50% из воды состоят, наполовину. А как вы думаете, в зубах есть вода или нет? Есть и в зубах вода, да. Даже волосы наши имеют воду. 3%, да, немножко, ну что? Да, но есть, вот. Вода нужна нашему организму. А вы пьете воду дома, нет? Кто сколько стакана выпивает в день? Я иногда один, иногда три. Так. Аня, а ты сколько пьешь? Или четыре, или три. Ага, хорошо. Славик, а ты пьешь воду? Да, пьет, видите? Хорошо. Видите, вода очень полезная, ее нужно пить. И дедушка доставал эту воду, вот, ведром, и приносил домой. И уже дома готовили кушать, стирали. Вот. И Алику очень нравилась эта вода. Она была очень вкусной и гораздо лучше той, которая была в городе и текла из крана. Вот. Ну, а вы знаете, так произошло, что в этом поселке, в который приезжал Алик на лето, очень долго не было дождя. А вы знаете вообще, откуда вода в колодце берется? Да? Из земли. Из земли, правильно. Аня, а ты еще? Из дождя попадает в землю, а потом земле дается нам. Да, действительно, есть колодцы, которые, ну, берут поверхностные воды, грунтовые. Вот дождик, который прошел сейчас, он просачивается вглубь, вода, она очищается там, и затем колодцы наполняются, мы уже пьем чистую воду. Есть очень глубокие колодцы, которые там глубоко в камнях находятся, вот, скважины целые, и так очень глубоко добывают воду. И так произошло, что в этом поселке не было долго дождя. Знаете, осень была недождливая, зимой было мало снега, и летом мало было дождей, и колодцы в селах, ну, в селе, там, у других людей начали пересыхать, начала уменьшаться, уменьшаться вода, и постепенно у многих людей не стало воды. А вот у дедушки в колодце была вода, и люди начали приходить туда и просить воды. Кто-то с ведром, кто-то с бидоном большой, кто-то на повозке с лошадью, все люди приходили и просили воды. И дедушка был щедрым человеком, он разрешал всем брать воду, но колодцы пересыхали в селе, воды становилось все меньше и меньше. И иногда днем была большая очередь, чтобы набрать воды. И Алекс забеспокоился, а вдруг воды не станет и в нашем колодце? Что мы тогда будем пить? Может быть такое или нет? Может, да, Алекс забеспокоился. И он подошел, говорит, дедушка, давай скажем, чтобы эти люди не приходили брать, потому что нам водички не будет. Дедушка говорит, нужно делиться. У этих людей тоже есть дома, у них есть дети, животные, их нужно поить. Поэтому мы будем давать им воду, а Бог позаботится о нас. И на удивление в дедушкином колодце была вода. И Алику даже понравилось помогать людям. Знаете, иногда он держал ведро, и кто-то наливал туда воду. Иногда он бутылку держал, и люди набирали туда воду. Ему нравилось помогать людям. И вот с радостью он давал и помогал людям эту воду. Но знаете, что заметил Алик? Алик заметил, что когда люди брали воду, через какое-то время, ему нужно было уезжать уже в конце лета, домой, снова в город, он попробовал воду, и он заметил, что вода стала еще более вкусной. Она стала еще лучше. А как вы думаете, почему вода в этом колодце стала еще лучше? Может, мед туда кто-то добавил? Нет? Потому что Бог увидел, что дедушка дает воду, и сделал еще лучше воду. Да? Хорошо. А может быть, кто-то еще скажет, почему вода стала еще лучше? Ну, взрослые, наверное, знают, да? Да, да. Ну, вам родители еще более подробнее расскажут об этом. Но я хочу сказать вам, что если вода застаивается в колодце, и брать оттуда немного воды, тогда она теряет свои вкусовые качества. Она не такая вкусная, не такая приятная. А когда воду брать часто, то новая вода пребывает, свежая, и вода становится все лучше и лучше. В этом рассказе есть для нас один урок. Чтобы мы делились друг с другом. Может быть, у вас не у всех дома есть колодцы, может быть, что-то другое есть, игрушки, может быть, вы вырастите свои фрукты, яблоки. Делитесь с теми, кто нуждается в этом. И в Библии есть один такой текст. Кто напояет других, тот и сам напоен буден. Пусть Бог благословит вас. Садитесь. Добрый день всем, кто сегодня пришел на наше богослужение. Для меня сегодня честь и преимущество обратиться ко всем присутствующим из Слова Божьего. И вместе с вами мне хотелось бы открыть историю, которая расскажет нам о встрече у колодца. Это была необычная встреча, которая изменила жизнь одной женщины. В Евангелии Теана, в 4 главе, рассказывается об этой встрече, которая повлияла на всю дальнейшую жизнь одной женщины. Давайте мы с вами откроем вместе эту главу и начнем читать с 4 текста по 9. Евангелия Теана, 4 глава, 4 по 9 текст. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию. И так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Давайте мы остановимся на некоторое время и поразмышляем над этими текстами. Иисус вместе с учениками и шел в Галилею, но их путь проходил через Самарию. И они остановились в городе Сихарь. Иисус сел у колодца в надежде, что кто-то придет набрать воды оттуда, и он попьет воды. Священное Писание, пишет, было около 6 часа. Ну, 6 часов, это по нашему времени полдень, это где-то 12 часов, это время, когда солнце в своем пике, когда знойно и жарко. И когда ученики отлучились, чтобы пойти за пищей, Иисус сидел у этого колодца, и вдруг Он увидел женщину, которая в одиночестве и шла с сосудом специальным, чтобы набрать воды. Иисус, посмотрев на эту женщину, обратился к ней с просьбой. Бог в человеческой плоти имел те же чувства, желаний, хотя Иисус мог достать эту воду своей могущественной рукой, но Он зависел от людей, и Он попросил у нее, дай мне пить. Написано, что Он утрудился, Он испытывал жажду, испытывал голод, усталость, и Он обратился с просьбой к этой женщине, дай мне пить. Женщина, которая пришла из этого города за водой, она очень удивилась, и спросила Иисуса, как ты, будучи иудей, просишь пить у Меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщается. Кем были самаряне? Если взять, вернуться на несколько сотен лет назад, когда существовало независимое израильское государство, то через некоторое время оно было разрушено, и жители этого государства, евреи, были уведены в Вавилонский плен. А Самарию, позже, уже после правления вавилонян, ассирийцы правили, ассирийский царь переселил туда некоторые народы. И таким образом в этой местности, где это была территория Израиля, поселились люди, которые исповедовали своих богов. Они поклонялись идолам, сделанным из камня и из дерева. Со временем иудеи вернулись в свою страну, построили храм, снова образовалось государство. Но самаряне также остались там жить, и они были своего рода оккупантами на этой земле. Кроме того, самаряне приняли обычаи евреев. Дело в том, что, когда они жили, некоторое время на них нападали львы там, в этой стране. Иссирийский царь послал к ним священника, который научил их поклоняться истинному Богу. И самаряне в своем поклонении, они как бы совместили поклонение и истинному Богу, и поклонение идолам. Между иудеями и самарянами и по этой причине существовала вражда. Они были на их территории, они совместили поклонение идолам и истинному Богу. И эти национальные предрассудки, они привели к очень сильной вражде между иудеями и самарянами. Иудею запрещалось взять стакан воды у самарянина, кусок хлеба или попросить помощи даже у жителей этой страны. Можно было совершать торговые операции или сделки, но любые отношения, они осуждались. Поэтому женщина очень удивилась, когда Иисус обратился к ней с просьбой. Она говорит, иудеи же с самарянами вообще не общаются. Вы знаете, тем более к женщинам того времени было более пренебрежительное отношение. Они считались как бы низшим сословием. Мужчина иудей просит у женщины пить. Но для Иисуса вот эти национальные предрассудки, расовые или эта вражда, которая существовала уже не одно столетие, было неважным. В этой женщине он увидел нечто особенное. В ее сердце он увидел жажду по живой воде. И поэтому он обратился к ней с просьбой, чтобы она дала ему воды из колодца. И Иисус пренебрег всеми этими правилами, постановлениями, этой враждой, которая существовала. И он обратился к ней с просьбой. Каждому человеку Иисус или Господь наш относится с глубоким уважением. Несмотря на то, какое мы имеем вероисповедание, какие наши взгляды на жизнь или наше мировоззрение, Бог относится к каждому человеку с глубоким уважением. И Иисус, несмотря на эти предрассудки, обратился к ней. Кроме того, женщина, как мы прочитаем дальше, имела еще плохую репутацию. Вы знаете, когда живет в обществе человек, и он имеет какую-то плохую репутацию, отношение к нему какое? Не очень хорошее, да? Эта женщина вела такой греховный образ жизни. И поэтому она, скорее всего, пришла днем к колодцу в это знойное время, чтобы ее никто не видел. Она даже избегала общения с теми, кто окружал ее в этом городе, в этом городе Сихар. Она даже не хотела особенно встречаться с жителями этого города, потому что к ней было плохое отношение. Но в полудень, в самый пик Жарына, пришла, чтобы набрать из воды колодца, и тут ей к ней мужчина-иудей с уважением обращается и просит у нее помощи. Действительно, здесь также открывается божественный характер, что Бог относится с уважением не только людям, имеющим разные взгляды на религию, на жизнь, но Бог относится с уважением даже тем, кто низко пал. Это особое свойство божественного характера, Бог проявляет милость к тем, кто абсолютно не заслуживает милости. Это свойственно только Богу. Быть добрым к неблагодарным и злым. Божественная любовь, она никогда не оказывает подавляющего действия на человека. Она никогда не пытается унизить. Но даже те, кто низко пал, те, кто отвергнуты обществом, для Бога представляют большую ценность, потому что Бог смотрит на них не на такими, какие они есть, на какими они могут стать, если покоряться Его божественной любви. Во второй книге царств, в 14 главе, в 14 тексте, однажды царю были сказаны такие слова, царю Давиду, который не хотел общаться со своим сыном, совершившим страшные преступления. Давайте мы откроем вторая книга царств, 14 глава, 14 текст. И прочитаем, что сказала женщина царю Давиду. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Те люди, которые отвержены обществом, которые находятся даже в открытом грехе, Бог относится к ним с глубоким уважением. Он уважает их человеческое достоинство, хотя они его и не имеют. И к этим людям Бог обращается с просьбой. Он уважает их, Он ценит их, и Он смотрит на них не такие, какие они есть, но такими, какими они могут стать. Эта женщина очень удивилась, и тогда Иисус сказал ей, в 10 тексте мы читаем, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Это Иоанн Георгий Иоанна, 4 глава, 10 текст. «Если бы ты знала, кто говорит с тобой, если бы ты знала дар Божий, то ты сама бы попросила у Меня воды». Иисус предлагает ей живую воду. Что такое живая вода? Как-то раз меня спросили на одной из лекций по воде, «А вы слышали о живой воде?» Я говорю, «Ну, я немножко читал, да». Но знаете, некоторые считают, что живая вода – это структурированная вода. Другие, что это вода, заряженная отрицательными ионами. Это особая вода, которая дает жизнь, которая продлевает жизнь, дает здоровье. Но об этой ли воде говорил Иисус? «Я дам тебе какую воду?» Структурированную воду, да, или заряженную отрицательными ионами. Вода имеет определенные свойства, определенные влияния на организм, но в Библии вода символизирует Христа и Его Слово. Иисус говорит, «Я хочу дать тебе свое учение, я хочу открыть тебе себя». Если бы ты знала, кто говорит с тобой, если бы ты осознала, что я Бог, который пришел воплоти, то ты сама бы просила бы у меня живой воды. Живая вода – это истина о Боге, которая придает смысл нашей жизни. Многие люди не знают, что ожидает их завтра, что будет происходить после смерти, будет ли воскресение мертвых, каким будет пришествие Иисуса Христа. На все эти вопросы мы можем найти ответ в Священном Писании. И исследуя Священное Писание, общаясь с Богом, общаясь со Христом, через Слово Божие, мы пьем эту живую воду. Иисус видел сердце этой женщины, мятущееся и беспокойное. Оно находило временную радость в греховных развлечениях и искало выхода. Многие люди, которые, может быть, ведут открыто, безрастный образ жизни, все равно не находят удовлетворения в своей жизни. Возможно, некоторые люди преуспевают и, кажется, внешне они благополучны. Но без Бога они все равно испытывают внутреннюю пустоту. Люди пытаются заполнить свое сердце даже чем-то хорошим. Но это хорошее без Бога не имеет большого смысла. Оно не восполняет внутренние потребности человека. Так живут многие. Так жила эта женщина, которая пришла к колодцу, уставшая, с чувством вины, но ищущая выхода. Иисус предложил ей эту воду. В 11 тексте мы читаем, женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную». Женщина говорит ему, Иисус говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и прийди сюда». Когда Иисус ей предложил живую воду, она до конца не понимала, что говорит Иисус. Но ее это заинтересовало. Ей показалось это чем-то необычным. Общение Иисуса, его доброта, его уважение, которое он привлечет к ней, глаза, которые светились любовью, внушили ей доверие. И когда он предложил ей живую воду, это заинтересовало ее, хотя она до конца не могла понять, что это. И она говорит, «Дай мне что? Дай мне этой воды». Ну, она говорит, «Откуда у тебя эта вода живая? Ты почерпнуть не можешь ничем». Но в то же время она хотела этой воды. И Иисус говорит ей, «Кто будет пить эту воду, тот не будет жаждать вовек». Женщина просит этой воды. И тогда Иисус говорит ей, «Иди, позови мужа твоего сюда». Знаете, как-то раз мне приходилось быть в одном лесу, мы поехали собирать чернику. Собирать чернику. И когда мы были там, мама мне сказала, «Попробуй воду у этого лесника». Я подумал, «Ну, вода как, знаете, вода. Вода водой буду я пробовать. Много воды я пил». Ну, мы приехали туда, остановились там. Это был такой дремучий лес. И там жил лесник со своей семьей. Колодец был так накрыт крышей, туда даже немножко еще листочки падали. И мы набрали этой воды. И там было несколько еще листиков липы. Ну, знаете, как дерево липа падает. Но, знаете, когда я попробовал эту воду, это была настолько изумительная вода, она настолько имела мягкий вкус, но почти не ощущалась в моем горле. Я ее пил с большим удовольствием. Если бы сейчас где-то был подобный колодец, даже в трех километрах отсюда, может быть, в пяти, и, честно скажу вам, я бы ходил туда или ездил бы, может быть, не каждый день, чтобы набрать этой воды. Когда я попил этой воды, это было непередаваемое чувство. Я не могу вам его сейчас даже передать. Если бы вы попробовали воду у этого лесника, вы бы оценили ее свойства. Интересно, что когда взяли на анализ эту воду и завезли в санстанцию как-то в один из дней, они спросили, а где вообще такая вода находится в нашей округе? Нам не приносили вот по таким свойствам такую хорошую воду. И вода, она была действительно изумительной, необычайной. Женщина заинтересовалась, она попросила этой воды. И когда Иисус предложил ей эту воду, эту необычную воду, Он сказал ей, иди, что сделай? Иди, позови мужа, и я дам тебе этой воды. Но вы знаете, это было проблемой, это было проблемой для этой женщины. В 17 тексте она говорит, жена, женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Удивительно, когда Иисус общается с этой женщиной, Он просит у нее помощи, Он просит воды у нее, он проявляет в ней глубокое уважение, проявляет сострадание, доверие к ней. В то же время, чтобы дать ей живую воду, Он так мягко, но все-таки указывает на одну проблему. Эта женщина жила с человеком, который не был ее мужем. У нее уже было пять мужей, и этот также не был ее мужем. Иисус понимает, чтобы ощутить вкус и сладость этой воды, чистой воды, нужно оставить грех. Вы знаете, когда человек попил что-то острого такого, что-то такого сильного, очень сильного, оказывающего влияние на наши вкусовые рецепторы, он не ощутит вкус обычной воды, правда? Для него она покажется просто пресной водой. Он не ощутит сладости этой воды. Да, но если человек, оставит источники мутные, те, которые заражены грехом, он ощутит сладость божественной истины, божественной любви и божественной воды. Чтобы насладиться из Божьего источника, нужно перестать пить из мутных источников. Если сердце человека находит удовольствие во грехе, человек не сможет насладиться божественной любовью. Несмотря на то, что Бог уважает эту женщину, Он любит ее, эту женщину-самарянку, Он относится к ней с добротой, с любовью, Он не обличает ее грубо, не укоряет, не пренебрегает ней, И в то же время Бог не может спасти человека во грехах. Священное Писание пишет, что Бог спасает нас от грехов наших. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея в 1 главе, в 21 тексте. Эти слова были сказаны в свое время «Мужу Марии Иосифу». И это пророчество об Иисусе Христе. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 текст. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Несмотря на то, что Бог любит грешника, но не может взять в Царство Небесное того, кто полюбил отравленные источники, того, кто не полюбил живую воду. Когда мы приближаемся к Богу, мы видим Его доброту и любовь. Но в то же время мы видим и свое несовершенство. Мы видим свою внутреннюю нечистоту. И поэтому Иисус сказал этой женщине, тебе нужно решить этот вопрос, тебе нужно решить эту проблему. Женщина удивилась, что Иисус знает о ее жизни. И она как бы пытается перевести тему. Она пытается уйти. Знаете, когда Бог обращается к нам через Священное Писание, мы слышим слова ободрения, наставления, но где-то Слово Божие нас и обличает. Божья чистота открывает наше несовершенство. И женщина пытается перевести тему. И она говорит ему, вот дальше мы читаем с вами об этом 19 тексте. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что Ты пророк. И она переводит тему на поклонение. И она говорит, отцы наши поклонялись вот на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Она пытается перевести разговор в другое русло. Иисус не оказывает давления на нее, он хочет открыть ей и вопрос места поклонения. Вы знаете, сегодня у христиан также существуют вопросы, и вообще у верующих людей, где истинное место поклонения Богу. И эта женщина говорит, вот в Самаре, и говорят, что вот на этой горе нужно поклоняться. Она показала на гору Горизин. На этой горе был построен в прошлом храм самарян. Дело в том, что когда вернулись иудеи из Вавилонского плена, они начали сводить строй храм. Самаряне хотели присоединиться к ним, чтобы помочь в строительстве, но те не приняли их. И между ними по этому поводу возникла еще большая вражда. Тогда самаряне в отместку построили свой храм на горе Горизин и поклонялись там Богу, так как говорил Моисей. Но в то же время они не оставили еще своих идолов. И поэтому это была вражда. И самаряне говорили, здесь нужно поклоняться, и иудеи говорят, в Иерусалиме нужно поклоняться. Со временем храм в Самаре был разрушен. И оказалось, какое-то проклятие тяготело над этим местом. Но самаряне упорно говорили, что поклоняться нужно на горе. Место поклонения. Где же истинное место поклонения? Вы знаете, нечто подобное сегодня происходит в Израиле. Этот город поделен на несколько секторов. И восточная часть города, за эту часть города происходит битва, ожесточенные бои. И израильское государство считает, что это их часть. Арабская часть или мусульманское направление считает, что это принадлежит им. И в восточной части города находится место или храм, мечеть Аль-Сакса. Это третья святыня мусульман. И за это место идет борьба. Даже за место погребения, за место погребения, борьбы не идет, но идет речь, что даже играет место погребения, не только место поклонения, но место погребения. В Израиле есть Елеонская гора или Масличная гора. Вот с этого места возносился Иисус. И Священное Писание говорит, что на это же место Христос придет, эта гора выпрямится. Вот. Там же говорится о последней битве, которая произойдет. И когда Христос придет, Священное Писание говорит, что мертвые воскреснут. Это действительно истинно, это надежда всех христиан. Мы ожидаем этого времени, когда придет Христос и воскреснут мертвые. И вот по преданию в Израиле существует мнение, что если вас похоронили на Елеонской горе, то вы обязательно воскреснете, вы будете в раю. И поэтому место погребения там, оно очень дорого стоит. Ну, не знаю, для большинства из нас, для всех оно недоступно. Стоимость его 100 тысяч примерно долларов, так пишут, место погребения. Но похоронен, может быть, там не каждый. Если вы евреи по национальности, но не просто еврей, а преданный Богу иудей, тогда вы имеете право там быть похороненным. И это гарантирует вам место в Царстве Небесном при воскресении Иисуса Христа. Сегодня люди говорят, у важности места поклонения идет борьба, мы видим, вот за место, за святыни. Но что говорит Христос? Давайте мы посмотрим. Она говорит, там нужно, а вы говорите, что здесь. В 21 тексте Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вопрос поклонения для Иисуса также важен. И Он говорит ей, что настанет время, когда уже не на горе этой, и в Иерусалиме также не будут поклоняться, потому что через определенное время храм в Иерусалиме также будет разрушен. Евреи не приняли Христа в своем большинстве, и поэтому Божье присутствие отошло от этого места. И храм, как впоследствии говорит история, был разрушен римскими войсками, когда евреи восстали против них, иудеи, они разрушили, и храм был сожжен. Кроме того, Христос, как прообраз жертв, которые приносились в храме, в храме совершалось жертвоприношение, эти животные указывали на Христа как спасителя, тот, кто должен был отдать жизнь за человека. И теперь уже пришел конец служения жертвоприношения, уже не было смысла в этих жертвах. Храм должен быть вскоре разрушен, и Христос говорит, и уже не здесь, и не в Иерусалиме, что не будет места поклонения. Но в то же он говорит время, что вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от кого? От иудеев. Иудеям действительно того времени была временно вверена истина о Боге. Они соблюдали Божьи заповеди, они поклонялись Богу, так как Он того желал. И поэтому Господь желал, чтобы Иерусалим стал центром поклонения. И люди, которые поклонялись Солнцу, Луне, звездам и другим выдуманным божествам, силам природы, смотря на поклонение иудеев, учились этому. Однако иудеи отвергли и Христа. И поэтому Иисус говорит, теперь уже и там, в Иерусалиме, не будет места поклонения. Но настанет время, и оно уже настало, Он говорит, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Что означает в Духе и Истине? Как понять эти слова? Вы знаете, внешние проявления религии, они имеют определенное значение, но не главные. Для Бога важны не ритуалы, не праздники, не обряды, но сердце, исполненное Божественного Духа Любви. Сердце, которое поклоняется Богу из любви, это значит поклонение в Духе. Сердце, которое соблюдает Божье Слово, Божью Истину, это поклонение в Истине. Истинное поклонение это добровольное исполнение Божьих заповедей, любовь к Богу и людям. Когда наш Дух это Дух Любви, когда злой человек становится добрым, когда завистливый становится щедрым, когда обидчивый человек готов прощать, когда любовь наполняет все человеческое естество, это значит, что человек поклоняется Богу как? В Духе. Когда человек живет Божьим Словом и испытывает радость от того, что он соблюдает Божье Слово и Истину, это значит, что он поклоняется Богу в Истине. В книге пророка Исаия в 57 главе в 15 тексте записаны такие слова. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище и также с сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять Дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». В этих текстах мы видим, что Господь живет не только на небе, говорит, во святилище, когда на земле было место, где приносились жертвы, это храм Божий. «Но Я живу с теми, кто смирен и сокрушен Духом, кто осознает свою нужду в Боге, кто видит свое несовершенство, но стремится к Божьему совершенству. С теми Я живу». Поэтому истинное поклонение, оно должно совершаться в глубине нашего сердца. Это поклонение проявляется также, видимо, в любви к Богу, к людям, в соблюдении Божьего Слова. Это поклонение должно совершаться в Духе и Истине. Но значит ли это, что теперь нам не нужно ходить в собрание и не нужно приходить в церковь, чтобы поклониться Богу? Сегодня по телевизору показывают служение в церкви. Можно лечь на диване, правда, и провести служение, смотря просто телевизор. Некоторые люди говорят, что Бог просто в моем сердце, и я не хочу никуда идти, потому что Бог должен быть в моем сердце. Вы знаете, в какой-то степени это так, Бог должен быть в нашем сердце. Но также есть такие слова, что подобное ищет себе подобного. Человек, который исполнен Божественного Духа, он также ищет общение с теми, кто также исполнен этого Духа. Он желает пойти туда, где поклоняются Богу. В послании к евреям, 10 главе, 25 тексте, давайте мы прочитаем совет апостола Павла. Считает, что это послание написал апостол Павел. Евреям, 10 глава, 25 текст. апостол Павел говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня Онова. Апостол Павел говорит, не будем оставлять собрание. Для Бога важно не место поклонения, не святая земля какая-то, особенная земля, но для Бога важно, кто собирается на этой земле, исповедуют ли эти люди Его истину. Поклоняются ли они Ему в Духе истине, где бы ни собирались верующие люди, в молитвенном доме, может быть, это квартира или частный дом, а первые христиане собирались на луне природы, у реки иногда. Скажите, было ли это то место, где присутствовал Бог? Да, конечно. Если есть возможность собраться в каком-то помещении, где нету шума посторонного, где тихо, спокойно, это преимущество, это благословение, и поэтому апостол Павел говорит, не оставляйте ваше собрание, потому что скоро приближается День Господень, пришествие Иисуса Христа приближается, в собрании вы услышите слова поддержки, наставления, вы поддержите друг друга молитвами, и вы приготовитесь вместе с церковью, с теми, кто ожидает Бога к Его пришествию. У Бога есть те, кто поклоняются Ему в духе истине, у Бога есть люди, которые ищут Его, и поэтому Иисус обращается к самарянке, говорит, что важно, важно, чтобы это поклонение происходило в духе и в истине, также с теми, кто исповедует эту истину. Спасение, Он говорит, от кого? От иудеев, да, спасение от иудеев, истина от иудеев. Ну, конечно же, нужно еще прочитать один текст, который записан в первом Тимофея в третьей главе, 14-15 текст. Давайте мы прочитаем. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит о церкви. Здесь он также пишет о церкви. Первая Тимофея, третья глава, 14-15 текст. Сие пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, в которой есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Когда Бог обращается к нам и говорит о месте поклонения, Он говорит о том, что церковь или люди, которые собираются там, в Доме Божием, они должны быть столбами и утверждением истины. В этой церкви должна проповедоваться истина. Важно не только поклоняться Богу в своем сердце, но идти на то место, где проповедуется истина. Мне приходилось общаться с некоторыми людьми в моем городе, и один человек говорил, я хожу сюда, потому что здесь есть гуманитарная помощь и в этой церкви истинная любовь. Кто-то говорит, мне нравится, как хор поет или пастор, мне нравится его семья, нравится общаться с ним. Кто-то говорит, так по традиции мои родители ходили, я иду туда же. Но Священное Писание говорит, что церковь должна быть столбом и утверждением истины. Иисус говорит Самарянке, если ты хочешь испить живой воды, тебе нужно идти туда, где эта живая вода изливается. Эта живая вода изливается там, где проповедуется истина о Боге. Также, когда Самарянка услышала, давайте снова вернемся в Евангелие Теана 4 главе в 25 тексте, когда женщина услышала эти слова, она сказала Христу. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, который говорит с тобой. Интересно, что вообще в Священном Писании очень редко можно найти, что Христос открывается и явно говорит о себе. И вот этой женщине, которая не была иудейкой, которая была самарянкой, с которыми иудеи враждовали, которая вела греховный образ жизни, Христос открывается ей и говорит Я Мессия. Мессия означает помазанный или посланный. Это тот, кто был послан на нашу землю, чтобы отдать свою жизнь, умереть и спасти нас. Эта женщина читала пророчество о Мессии, и она говорит Я знаю, что придет Мессия. Когда Он придет, Он возвестит нам все. И Христос говорит Это Я, который говорю с тобой. Когда мы пожелаем искреннего общения с Богом, Господь откроется нам. Он желает открыться также каждому из нас. Он желает, чтобы мы осознали, что в Священном Писании Христос это не просто пророк, это не великий человек, это Мессия, это посланный, это Бога-человек, который пришел воплоти, чтобы отдать свою жизнь ради спасения каждого из нас. Когда мы пожелаем испить этой живой воды, Господь будет ближе к нам. Он откроет нам свой характер. И в Божьем присутствии мы будем находить наибольшее удовлетворение. Возможно, мы уже много лет в церкви, вы знаете, нам также нужна встреча с Иисусом. Возможно, мы на пути к Богу, нам также нужно пережить эту особую встречу, когда Бог откроется нам, когда Он даст о себе особое откровение, откровение Божественной Любви. Но это откровение мы получаем через Священное Писание. Тогда мы осознаем, что Мессия это не просто человек, который пришел в этот мир и прожил хорошую, благочестивую жизнь. Это тот, кто умер из-за моего греха. Это тот, кто страдал на кресте, но кто и воскрес и приглашает все к себе. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Когда они говорили об этом, то Священное Писание пишет в 27-м тексте, в это время пришли ученики и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям. Священное Писание говорит, что когда женщина услышала это приглашение Христа, когда она пообщалась с Ним, в ее сердце появились новые желания, новые устремления. Для нее открылась новая, как бы сказать, сфера, новое значение поклонения Богу. И она уже не стесняясь людей, пошла в город, чтобы рассказать им о том, кто знает ее судьбу, кто знает ее жизнь, но кто с глубоким уважением отнесся к ней. Она оставила воду, которая испытывала жажду, правда, она пришла в колодец, чтобы испить воды, но она забыла про эту воду, потому что она испила из духовного источника. Общение со Христом дало ей такую радость, благословение, вдохновение, что она забыла про свой водонос, она даже забыла напоить Христа, она оставила там все и пошла в город, чтобы рассказать о Христе. Эта встреча изменила жизнь Самарянки. Она увидела со стороны Иисуса глубокое уважение, любовь к ней, она осознала свою греховность, когда Иисус попросил позвать ее мужа, но она приняла это, она услышала о том, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе истине, и истина, она проповедуется там, где соблюдается истина, где люди являются столпами и утверждениями истины, где они готовы скорее умереть, нежели нарушить Божье Слово. И она обрела великое благословение, она обрела спасение во Христе. Когда она пришла в город, то позже многие люди из города пришли ко Христу, в Священное Писание пишет, что они еще там некоторое время были с Ним, они не хотели отпускать со Христа, и два дня он проповедовал им о Царстве Божьем. Сегодня Господь желает, чтобы каждый из нас имел особую встречу с Ним, чтобы живая вода Священного Писания была для нас дороже, чем все земные блага. Испытываем ли мы радость в общении с Богом? Может быть, мы уже 10 лет в Церкви, и эта вода кажется нам какой? Пресной, да? Может быть, уже неинтересно читать Библию. Мы уже все знаем, что здесь написано. Этот вопрос себе иногда я задаю снова. Это я уже читал, и то читал. Но вы знаете, истина Священного Писания настолько глубока, что каждый раз, попросив об особой встрече с Богом, мы можем испытать радость и испить из этого живого источника воды. Возможно, читая Библию, мы увидим свою греховность и несовершенство. Пусть это не огорчает нас. Приближаясь к Богу, мы видим свое несовершенство, но будем помнить, что Бог относится к нам с глубоким уважением и любовью. Он уважает наше мнение, мировоззрение, Он хочет изменить наши взгляды на жизнь, но Он не будет делать это грубо, Он не будет проявлять насилие, Он предлагает. Кто хочет, кто жаждет, приди ко мне и пей. Давайте мы помолимся с вами о том, чтобы иметь особую встречу с Богом. Дорогой Господь, мы благодарны, что в Священном Писании Ты открываешься нам как любящий Бог, который пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь и спасти нас от греха и ввести в Царство Небесное. Господи, мы просим, помоги нам каждый день переживать с Тобой особую встречу. Помоги, чтобы мы находили радость не во временном, в земном, но более всего в общении с Тобою. Помоги, Господи, благослови нас, чтобы, читая Священное Писание, мы могли пить эту живую воду, мы могли наслаждаться ней и желать ее более, чем всего остального в этом мире. Помоги, Господи, нам, когда мы слышим Твое обращение к Тебе, когда мы переживаем эту встречу с Тобой, открыть свое сердце для Тебя, когда мы слышим Твой нежный голос, Господи, открыть свое сердце, чтобы поклоняться Тебе из любви, поклоняться в духе и в истине. Мы просим все ради Иисуса Христа. Аминь. Оставлять зал мы будем под звуки мелодии, начиная с первых рядов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»